Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад сегодня выйти с вами в этот прямой эфир. Вы знаете, очень много анализировал, очень много думал и думал о том, что происходит в стране. Делал все возможное и невозможное для того, чтобы не дать нашим правителям осуществить их коварные планы. Причем речь идет обо всех планах. Начиная с уничтожением нашей страны, это главная вещь, за которую мы должны бороться. Заканчивая тем, что сегодня уничтожают отдельных людей в стране. Одну будет неправильно, уничтожать несколько политических партий. Сегодня этому всему нужно противостоять, а для того, чтобы противостоять реально, а не противостоять только в социальных сетях, нужно предпринимать какие-то конкретные действия. С чем я считаю, что пока мы сегодня успешно справляемся. У нас есть очень много побед. Да, у нас нет сегодня той победы, которую мы сейчас с вами ждем. Освобождение Молгорода от режима Плохотника. Но в целом, значит, сегодня в Евросоюзе вопросы. В Москве вопросы. В Бухаресте вопросы. Вашингтон пытается любыми путями сегодня поддержать в охотниках. Очень странная для меня задача. Но вы знаете, после того, как Христофор Колумб обманулся колокольчиком и забрал золото, в обмен на колокольчики у местного населения, то меня, в принципе, уже ничего не удивляет в их внешней политике. Да и не только в их. Вот. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, я хотел бы от всей души поздравить всех, всех бельчан, всех болельщиков футбольного клуба. Заря. Сегодня была очень интересная игра, интересный футбольный матч с командой Сараева. Значит, бельцы неплохо играли. Можно было интереснее. Но я рад, что сегодня новое руководство клуба Заря в течение нескольких лет дарит положительные эмоции не только бельчанам, а очень многим гражданам Молдовы, даже тем, которые не живут в Бельцах. Потому что любая победа на международной арене – это гордость за нашего любимого с вами Молдову. Поэтому я благодарю футбольный клуб Заря, благодарю тренерский состав, благодарю всех тех, кто работали над этой огромной победой. Хочу также отдельно поблагодарить Николая Григоришина за то, что помимо всех проблем в муниципальном совете в городе, где Николай включается, он ведет очень достойно в том числе и это направление. Плюс хочу поздравить всех бельчан и всех своих сторонников с очень важной победой. Сегодня была презентация исследований Идис-Деитору, которые сегодня дали реальную оценку тому, что мы делаем в Бельце с нашей командой в течение последних двух лет. А именно, четко дали нам сегодня первое место. И не просто первое место, а сегодня Бельце, набрав более 80% по транспарентности, Бельская примария заняла первое место, причем на втором месте примария. Кагула порядка 50%, то есть огромный разрыв. Оценку нам дали А+, на втором месте Кагул, Б-. То есть классификации А и Б никого даже получается нет. Поэтому на примере Бельца мы показали всей стране, что будучи в оппозиции, нас уничтожают. Нам создают постоянно какие-то препоны. Мы боремся с негодяями-коррупционерами, они их спустя полтора года задерживают, кого-то отпускают под домашний арест, кого-то отпустили год назад. Но мы разворошили этот улей, и мы показали всей стране, что можно. Можно двигаться вперед. Но для этого нужно работать. Поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить всех работников мэрии. Хочу поблагодарить работников муниципальных предприятий. Хочу поблагодарить простых рабочих. Хочу поздравить, у нас был юбилей у троллейбусного парка. Ребята, ваша работа, те, кто на самом деле честно и достойно работает, начинают дворниками, которые уже 6-7 утра как муравьи убирают наш город. И мы являемся сегодня эталоном, являемся примером подражания для других городов по чистоте. Несмотря на то, что кто-то выкладывает какие-то фотографии во дворах, что вот смотрите, там где-то остался мусор. Но в городе стало чище, в городе стало красивее, в городе стало прозрачно. Это заслуга всех вас. От простых рабочих заканчивая людьми в премарии, которые честно отрабатывают свой кусок хлеба. И самое главное, делают все для того, чтобы люди верили. И что вот на примере Бельс, как я говорил 2 года назад, что на примере Бельс мы покажем всей стране, как может быть. Это при том, что нам создают припоны, мы не получаем эти деньги, которые должны получать. А если их и получать все, то мы их получаем в последнюю очередь. Поэтому спасибо еще раз всем. Я хочу поблагодарить также наших децепримаров. Игоря Шеремет, Леонида Ивановича Бабии, Лилию Сава. Всем спасибо, ребят. Мы правильно идем. Сегодня все международные организации увидели результаты этого исследования. Оно длилось полгода. И когда звучат такие вещи, как говорят, вы знаете, вот по результатам проведения конкурса, публикация также и результата, говорят, ну такого нет даже в Молдавском парламенте. Мне это все очень приятно. А знаете, что приятнее всего? Вы понимаете, рано или поздно мы все уходим в историю. И вот что по сравнению с тем, что показывают грязные телеканалы режима, там с утра до вечера и так далее, вот где-то в истории все-таки останутся вещи. Останутся вещи, то, что исследовали институты или организации, финансируя внешними партнерами, которые не находятся под влиянием тех или иных. проходимцев, да, в Молдавии. И то, что сегодня, даже если я умру, не дай бог, вы понимаете, в Бельцах уже никто не будет класть в карман миллион-два миллиона лей в месяц, делить его между милиционерами, местными чиновниками и так далее. То есть это все, ну как бы для людей это, подождите, а как это произошло там было так-так, а вот вы чем занимаетесь, понимаете? Поэтому, значит, мы наводим порядок Бельцев и мы наведем вместе с вами порядок во всей стране. Поэтому также хочу поблагодарить бельчан, тех, кто поддержали меня два года назад, тех, которые поддерживают нас сегодня. Я знаю, что несмотря на всю пропаганду, вы, по крайней мере, находитесь со мной на связи. Я получаю очень много замечаний, я получаю некоторые упреки. Я стараюсь реагировать и на все те жалобы и замечания, которые получаю в социальных сетях. Мы однозначно идем вперед. Я жду делегацию нашего города. Значит, 6-го числа начинается под гидой правительства Москвы мэра Сергея Семеновича Собянина. Значит, урбанистический форум, на котором мы получили очень много полезных и важных и новых для нас вещей в прошлом году. Также я жду делегацию из Бельска, с 6-го по 12-го мы будем участвовать и работать в этом форуме. Такой же форум мы проведем. И это будет самый, я думаю, не думаю, но надеюсь, что это будет все-таки самый серьезный форум в истории Молдовы, который мы проведем осенью в Бельсце. Поэтому я уверен, что тихонечко, может быть, не так, как бы нам хотелось, но все у нас с вами будет хорошо. Также нас ждут некоторые сюрпризы для всех хороших людей. Для нехороших это будут какие-то огорчения в их жизни, да. Но все-таки движутся некоторые вещи. Четко все получается, вроде идет вперед. Значит, есть серьезные результаты, в том числе за пределами Молдовы. Значит, вы все видели, значит, что осуждают все больше и больше европейских организаций, все больше людей в руководстве Евросоюза осуждают тот бандитский режим, который сегодня есть у нас в Молдове, те репрессии, которые против реальных оппозиционных партий, да. Значит, люди уже не только мониторят, все начинают злиться и все это к чему-то в ближайшее время приведет. Сейчас мы должны с вами подумать, как не допустить реализовать додону с постепеньком их грязный план. Хотя, вы понимаете, они сегодня настолько запутались, они сегодня загнаны в угол, они что-то рассказывают, что-то они реализуют, может быть, потом, там, в 18-м году. Но сегодня, может быть, все, что угодно. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Вы поймите, что если они голосуют за изменения, после этого сразу досрочные выборы, можете в этом не сомневаться. Сегодня, если на них надавят, они дадут задний ход, то страна также может оказаться на пороге досрочных парламентских выборов, потому что, ну, они будут пытаться нахрапом взять все эти кандидаты, которых они определили как независимых там районах. Значит, они будут, ну, поверьте, распределены так, как это хочет Плохотнюк, а не так, как это хочет Игорь Додон. Значит, Игорь Додон бы меньше лучше критиковал преднестровцев, значит, лучше бы занялся критикой Плохотнюка. Пусть он ведет порядок в нашем огороде, а потом будет поднимать вопросы, что в Приднестровье. То есть, например, мы будем кричать про Приднестровье, поддерживать эту историю совместных постов против преднестровцев. С преднестровцами нужно договариваться, нужно дружить, но ни в коем случае не устраивать, не устраивать те, даже не знаю, это даже концертами не будет, понимаете? Ну, вот эти жалкие там заявления, что вот никто, вот там, там, те вороты и так далее. В Приднестровье, Додон кричит, что в Приднестровье там есть какие-то царьки, имеют царя под носом. То есть у нашего царя Игорь не выступает. Так же, как он не будет выступать, потому что сегодня Плохотник, если откажется под давлением Запада, вот смешанная система, да, то поверьте мне, что если будут досрочные выборы, он к Игору засунет в партию социалистов, там, каждый второй будет человек Плохотника, потому что Плохотнику нужны будут гарантии. Ну, это отдельная история, мы обсудим с вами. Поэтому сегодня нам нужно держать ушки на макушке, нужно не просто наблюдать, а нужно жестко бить по всему этому улю, потому что только вместе с вами мы его можем, ребята, развалить. Вы посмотрите, что произошло с делом Петренко, да, за то, что у Плохотника вот просто, ну, личная неприязнь, да, и желание уничтожить Петренко. Петренко можно относиться по-разному, да, но Петренко всегда выступал очень жестко и нагло против Плохотника. И им дали условно, им дали ни за что. Шор получает 7,5 общего режима, значит, и едет домой, значит, где по Шору тоже ситуация, вы понимаете, ну, если бы не собирались его прощать, если бы не собирались прощать, то, поверьте, его бы арестовали, ну, так как он может покинуть страну, там, и так далее. Уголовных дел там более чем достаточно, да? И, ну, подождали бы решение Куртия-Диапелл и отправили на срок. Так его держат, потом Куртия-Диапелл может быть, да, там, 3 года. Но, зная воспаленный мозг Владика, значит, Владика может быть и другая ситуация, что он может Шорика расслаблять, расслаблять, вот как он это делает сегодня с Доди, да? Значит, и потом, бах, Куртия-Диапелл выходит и пятнашка, понимаете? То есть, а в это время там Сережа Иралов придет, что-то Шора сострижет. Понимаете? То есть, у Плохотника есть такая стратегия, вот как он... Почему я четко принял решение, что, послушайте, да, можно говорить, во всех странах говорить, действующая власть. Действующая власть, говорится, по висам. Ну, у Плохотника бывает бассал, у него не бывает партнеров, у него бывают бассалы, шестерки, там, Юры, Лянки, Димпы и все остальные, которые вы видели, понимаете? Я и фасал, ну, я думаю, у меня на лице все написано, на этом заострять внимание не будем, понимаете? А Игорек, то есть, он, понимаете, то есть, он его кормит, знаете, как... Причем он кормит его настолько быстро, да, ну, то есть, не то, что быстро кормит, а кормит, ну, например, там, птиц кормит, там, утром и вечером, все, знаете? А нашу, вот, птиц, там, может кормить шесть раз в сутки. И это приводит к тому, что птица, как бы, становится бройлерной, значит, и долго не может стоять на ногах. То есть, у него начинает... У бройлера же какая-то основная проблема, что не выдерживают ноги, так как они набирают вес быстрее любых других птиц, и ноги не выдерживают, они больше сидят на земле, понимаете? Поэтому, как бы, ситуация с социалистами, она такая. То есть, плахотюк сегодня кормит, кормит, и в одине просто им спустит жир, понимаете? Это будет очень жестоко. И Дадон, если не проснется из этого сна в ближайшие дни, если Игорь не перестанет быть президентом по вызову, да? Где там надо, там, вокруг Приднестровья, там, Плахотнюк с Порошенко одну игру играет, Дадон, значит, по вызову выходит, там, кричит, сказал Плахотнюк Дадона, там, Игорь. Куркан, требует дешевле спустка, усатый бандит. Дадон, есть, вышел, па-па-па-па-па-па-па-па, кут-кут-кут-кут-кут-кут, сейчас страна в шоке. Игорь, надо выйти, сказать, там, надо нагнуть Приднестровцев, не очень получается у нас ситуация по электроэнергии, надо их начать прессовать и так далее. Наш, что выходит опять там? Кут-кут-кут-кут-кут-кут, и опять на кут-кут-кут-кут-кут, значит, пошли туда-куда. Куда пришли, понимаете? Поэтому Игорь, если не перестанет быть президентом по вызову, то мы будем иметь самого большого президента страны, президента Путану, в истории всей мировой политики, понимаете? Поэтому ему, знаете, то есть, когда приподняли платье, но его не сорвали, то есть, можно еще что-то делать. А вот когда сорвут платье, и уже будет стоять у березки, то, ну, уже точно ничего не получится. Поэтому это его жизнь, это его проблемы. Значит, сегодня мы должны быть вместе, мы не должны висеть ни на какие провокации, организованные или одним, или вторым, или там всеми вместе взятыми, да? Сегодня мы должны вместе попытаться мобилизовать, мобилизовать диаспору, мобилизовать всех тех, которые находятся за рубежом, которым не безразлично то, что происходит в стране. Ребят, мы однозначно сможем все изменить. Мы сможем все изменить, но для этого мы должны не только хотеть, но и для этого мы должны двигаться вместе, и должны двигаться только вперед. поэтому ситуация примерно такая значит я пока параллельно значит читаю ваши комментарии поэтому если я там где-то отвлекаясь что смотрит это ваши комиссии внизу бегущей строке значит еще раз спасибо всем тем кто поддерживает вау сэ вау мультимет динтотсуфлету ка сэ ва спун синчер пизице трече им ест тот мая грео сэм афу де партии де вои сэм афу де партии бэлтс сэм афу де партии република молдова дар пизице трече ва сигур ио ку сунт тот май аппроапе шантры вау дэ у сфиу фарти аппроапе шутин троущи интро сия каретересы дам жос сперкс сэсси интэмплее кэт май коронт так сантонимла москва нижний ногор и стэта пишите в личку Soсят сэсси троуц хам огромнิор цеда гэг thornyд чазу ваKay батэ кэто хам Lei не п�� колпан тэ кабат ликос юра Ирккин вмешara ничто пешти дин Paula lemon дивуziehen ма лес Вале рэте на тэ Пэле арада крал Hopefully Franka гиев acre ми б4 часу лишь тот чем кутла песням винит им политика шинком параде куда шла мини тут уловой декларак компаратику и все пункты касс или машине летельную курьеру поэтому я ношу за свои они носят за ваш в этом-то и разница хотелось бы побольше конкретики что можем мы сделать для того чтобы свергнуть режим плохотника ребят объединяться надо ребят я смотрю что очень много пользователей соцсетей есть просто те которые наблюдают да есть те которые жестко критикуют но ребят нужно вот как только они готовят любую провокацию против всех граждан страны изменение избирательной системы какая-то новая комбинация плохотнюк по комбинациям номер один это нужно признавать и вы видели все эти его фокусы которые он исполнял в течение последних лет поэтому нужно быть готовыми дать отпор а отпор нужно выходить может не можем выйти там давай завтра выйдем и там отправим в оставку режим плохотника это было бы прикольно но к сожалению это нереально поэтому выходить вот будет сейчас повод и тогда нужно всей страной выходить я буду рядом я буду рядом намного ближе даже чем они себе представляют так где киртуар это вопрос на трубасовки не походу регенту геополитика это то благодаря чему нас разъединяет нужно объединять абсолютно согласен внешние партнеры все нас будут уважать вот сегодня да вы не думайте что американцам сегодня понравилось что в бельце транспарентность примария 84 процента значит потому что они думают послушки мы тратим на этих колхозиков евро альянс 1 2 3 куча примеров и так далее а усатый бельцик делает то что в принципе мы ждем от него все стране но усатый живет без грантов усатый усатый просто правильная команда но с ней идет вперед значит но сегодня мы вы обратите внимание я не критикую сегодня я критикую любые инициативы против республики молдова понимать но я сегодня не хочу заострять внимание на геополитике потому что да все знают какие взгляды я придерживаюсь чего я хочу добиться стране и как я хочу добиться да по-разному относится потому что я делаю потому что говорю тому что предлагаю но пусть даже некоторые жесткие высказывания некоторые жесткие видеообращения некоторые жесткие выступления перед бельской мэрии с этими подонками из мусорной мафии но благодаря этому всему комплексу имеется на прозрачность 83,5 процента сегодня только засучив рукава только очень жестко только при помощи диктатуры закона мы можем также кардинально изменить ситуацию по всей стране а я буду бороться за это только до тех пор пока пока вам это нужно я вижу вашу поддержку у меня личных интересов поверьте мне точно нет совсем остальные мы вместе с вами мы вместе с вами разберемся об этом уверен значит с интерпола сняли все хорошо да я сегодня значит приостановлю значит международный розыск есть определенные нюансы хорошие нюансы на эту тему но эта тема отдельно сегодня я ее не буду обсуждать молдаване нервничают и правильно делают что нервничают пора устроить их вынос я согласен быть первым насильщиком среди вас те кто предлагает вынос и про это говорю очень давно в Бельцах по-прежнему неприятный запах ну правильно связано это точно не с работой бельской премарию спросите кто крышует от плахотника значит нелегальное производство спирта эти отходы которые выбрасываются на поля и так далее так далее все будет понятно что скажете про басеску вы знаете басеску но такое прикольный был какой-то степени товаре да жесткий был наглый его история с руманизацией молдавии там плохая история басеску то что объединяет басеску значит если мы говорим про меня да это мы басеску нравится блондинки мне нравится блондинки это знает вся страна значит басеску скорпион я скорпион я помню дату 4 ноября потому что сегодня рождение его 4 ноября думал вот такая такие клиенты родились да то есть со мной в один день то есть родился костя боттарь он же этот в народе вы его называете костя барсетка 4 ноября родился барсетка 4 ноября родился олег воронин 4 родился басеску начну 4 родился я я-то самый молодой из них вот а так ну послушайте значит хотят хотят отнять этим новым проектом весь электорат такой ультраправый прорумынский абсолютно понятная история значит найдите мое выступление два года назад когда я говорю чтобы басеску будет добиваться получение молдавского гражданства и басеску придет нашу молдавскую политику тогда все начиная правами товарищами в тишневе заканчивая румынию дата обсудили и так далее также когда я говорил там чтобы создан проект майя санды там груздопис там за четыре месяца помогут все эти были понятные известные вещи сегодня меня не столько интересует что они собираются делать басе все надо избавиться от плача троянушка понимаете там троянским конь троянским два раза стать не может понимать это из троянским он уже там был один раз для раме у нас это уже будет понятный пони поэтому тут особо переживать точно не надо так вот вваку врат мульт и критики в тех что сфере эту фаху то ввакуе «мный ворбец» в лимба «дистат» доче мне и не нравится в лимбе «дистат» в деквала «дистат» и я отвечав через лимбе «дистат» для меня не получается ни проблемой отсутствие что это называется «дистак «ты journey во орбите» лимба русская» fårь иметь больше некий гледитов слава «дистат» апрепропа перед мене « Shiva мультимский» Гимикопил, я не думаю, что это проблема. И в силу, когда Филипп вы говорите, как они говорят в романах, «перфекта». Это может быть в молдомском языке, в молдомском языке. Но если вы говорите больше в молдомском языке, то вы спрашиваете. У вас дождь, шум воды? Нет. Дождя нет. Сегодня, кстати, хорошая погода, в Москве потеплело. Вы знаете, тоже в куртках ходим по вечерам, но уже не в бушлаке. То есть это уже радует. У нас в Молдове не в Румынии? Да, совершенно верно. У нас есть своя страна, своя история. Игорь Николаевич наивешен план во момент. Ренат, ты не устал от этой политики? Ну, вы знаете, все, что я начал, это нужно доводить до конца. Да, в Бельцах мне, кстати, пишут, там в Бельцах был ураган. Пока мы там всей страной наблюдали за футболом. Значит, в Бельцах был ураган. Очень много упало деревьев, но, значит, службы все работают. Поэтому, если кто-то там пытается политизировать проблему, у нас в Бельцах завалов никогда не было длительных, как в Кишневе. И никогда их не будет. Мы справимся с этой ситуацией. Да, это стихийное бесство, но мы всегда были готовы к любым сценариям. Ну, по крайней мере, это не какой-то, не дай бог, катаклизм. Вы знаете, поэтому это решаемая, контролируемая проблема. Поэтому там некоторые спекуляции, то, что СМИ пишут, сразу кто-то надевает партийные майки и так далее. Да, в партийных майках можно выходить на субботники. Но когда падают деревья и все начинают выходить в партийных куртках, ну, неправильно. Я и наши, когда выходили в Кишиневе, когда надо выходить в субботники, когда единый день субботника по всей стране, можно выходить с партийной символикой. А в таких ситуациях, ну, понимаете, не дай бог какое-то землетрясение, а некоторые там ищут майку или куртку символика для того, чтобы выйти с символикой в той или иной партии разгребать завалом. Ну, окей. Тут не сжат вот Киргадон, думает, что играет в шахматы, был и остается пешкой. Ну, понимаете, не буду ругать его. Он плохишему в один день. Он его сам зажарит, поэтому нам надо заниматься плохотником иногда дома. Так, тут пишет опять. Ребят, про Дадона, ну не тащите меня в эту историю. Он вот выходит, он же выходит, кричит. Усатый балабон, усатый бандит. Он меня с кем-то в Москве знакомил. В один день он говорит, что меня финансирует мафия. В другой день он говорит, что меня финансирует спецслужбу. Послушайте, Игорь запутался. И пусть он живет в этом своем заколдованном птичьем мире. Просто не там, что Дадон пешка, что он был бы конем плохотника. Если говорить про шахматы, понимаете, то есть он не может быть ладьей. Возьмите любую фигуру, любая фигура, кто играет в шахматы, понимает. Ладья ходит только вперед, назад, вправо, влево. Конь ходит буквой Г, слон ходит по диагонали. Даже королева шахмата, значит, все-таки имеет больше всего возможностей, да? То есть ходит по диагонали, ходит по вертикали, по горизонтали. Но королева не может ходить вот так вот, понимаете. То есть вот так вот она не может ходить, понимаете. Поэтому и пешки так ходить не могут. Поэтому он не тянет ни на одну из этих фигур, понимаете. Потому что пешка может стать ферзем, понимаете. А птица, ее выращивают, выращивают, она все равно идет. Или в расчетурь, или в заму и так далее, понимаете. Поэтому вариантов нет. Поэтому те вот фигур в шахматах, чтобы вы понимали, никогда не было и не будет. Вот такие вот, понимаете. И пешка как пешка. Главное соской не стать, понимаете. Ну, имеется в виду в нормальном смысле слова. Потому что сейчас кто-то, чтобы не нафиг там думать, что там кто-то ругается и так далее. Значит, с куратором по ГГУ, значит, после того, как и Николай Иванович, и некоторые другие руководители, некоторые примары, которые стали примарами при нашей поддержке, попытались спрятаться на юге, когда мы проводили протест против вот этой свадьбы Гадона с Портотником. Значит, многие прикрылись, значит, многие пытались сорвать это мероприятие, в том числе это был Коля тогда. Была понятная история, мы провели, значит, мы провели совещание на эту тему. Я просто сторонник, знаете, как бы, я говорил, давайте вот покажем всем. Сколько мы ушли тогда? Не, ну пусть идут по киркам и спокойно. Зачем, особенно, люди в возрасте? Ну, пусть катятся к чёрту наше. Но сегодня, когда Коля выходит и устраивает эту провокацию, я там был, я стою сторонником нашей партии, в Новой Грузии, там, Польцовской и так далее. Ну, послушайте, ну, как это можно назвать? Послушайте, да, сегодня будет происходить естественно съезд. Значит, да, есть люди, которых жёстко пугали. Они не брали деньги, просто жёстко пугали. У нас есть такие люди, которые просто отошли в сторону. Ну, отошли тихо, они не могут двигаться дальше, хотят уничтожить там жену, тёщу, там, детей и так далее. Ну, касаемо, кто-то где-то работает, у кого-то какой-то урок, и так далее. Да, произойдёт естественно съезд. Я останусь с горска людей, нас будут сотни, да? Но останется вот эти боевые сотни, рабочие, живые, да? У меня есть и вы, и вместе с вами я буду идти вперёд до конца. Да я с вами и один пойду до конца, понимаете? Поэтому каждый делает так, как, вот, как совесть ему подсказывает. Поэтому на эту тему, если раньше я на самом деле очень расстраивался. Понимаете, как же так и так далее. Да, я на самом деле сделал то, чего не делала ни одна партия. Абсолютно демократичным путём. Значит, люди сами решали в районах, городах, кто кандидат в примары, кто, значит, какой там по списку в городском районах, в сельском районе. Я не вмешивался. Значит, многие сейчас увидели, что всё-таки, ну, нужно было слушать, прислушиваться к тому, что я говорю, да? Потому что, когда я зарубил Чапу, примара города Флорешни, вся районная организация подпрыгнула, да он у нас такой, да, там Валера с нами и так далее. Я говорю, да послушайте, да никакой ваш Валера. Ну, и так оно получилось. И в городе их партии. Поэтому, ну, в следующий раз тоже буду внимательнее и так далее. А так, послушайте, наша партия – это партия каждого из вас. И не обязательно вступать вообще в какую-либо партию. Важно то, чтобы вы жили и делали так, как подсказывает вам ваше сердце. И, да, страшно, да, тяжело, да, беспредел. Осудили Петренко. Сейчас будут пытаться осудить Феликса Гринко и так далее. Мы должны сестру в зубы идти вперёд, идти к нашей большой победе. Все эти остальные тушёнки, которые есть, да, на периметре, которые нас там отвлекают только своим, там, кудахтанием, выступлениями, там, писками, разные, там, да, есть политики. Значит, не надо, просто, мы должны идти вперёд, ребят. Мы должны идти, потому что мы должны это сделать. Потому что мы, каждый из вас, каждый из нас, в большей, меньшей степени, мы сегодня, мы сегодня, мы сегодня вместе с вами пишем, пишем историю современной Молдовы. И то, что я писал несколько раз в соцсетях и слова, которые меня на самом деле очень, очень зацепили, да, когда я это прочитал, это именно был 78-й год, когда они были написаны, да, год, когда я родился, что лучше быть честным и битым, чем живым и сытым. Кто из нас сегодня в стране из политиков честный и битый, а кто лживый и сытый, вы сами прекрасно понимаете. Поэтому я вас люблю, всем хорошего вечера. Я вас люблю, всех хорошего вечера, спасибо тем, кто терпели этот онлайн, очень поздний сегодня, даже не выхожу по времени. Вот, душа, захотела сегодня вас увидеть, услышать, я это с удовольствием сделать и надеюсь, что вы также ждали нашего этого общения. Поэтому делайте репост, идем только вперед, люблю, уважаю. Значит, все у нас будет с вами хорошо, мы обязательно прорвемся, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова